здравствуйте дорогие друзья вас приветствует и покажем вам сегодня эффективные доступные в то же время простые упражнения с резинкой и без нее чтобы осанка была ровной а позвоночник здоровым у вашего подопечного да и у вас самих тоже поэтому присоединяйтесь ангелина сегодня будет показывать вам крутые упражнения первом упражнении мы делаем кошку собачку выгибаемся и прогибаемся 20 раз на вдохе прогибаемся в пояснице на выдохе выгибаемся в следующем упражнении мы стоим тоже в четвереньках и делаем вот так сделали выдох и потянули поясницу вверх круглая поясница а работаем уже здесь с лопатками сделали вдох вдох свели лопатки а на выдохе развели вдох опер выдох и подними позвоночник вытолкая позвоночником мою ладонь мои пальцы а сводим лопатки как будто топим позвоночник между лопатками на выдохе его поднимаем на выдохе его поднимаешь в следующем упражнении мы делаем подвижной ящик давай в нижней фазе как будто маму поцеловали а вверх толкнули затылком потолок вот руки должны прямыми а вот так как будто отжимания мы не делаем не отжимаемся давай показывай положить да здесь на полу мишку плюшевого можно положить и до него тянуться как будто выцелуем и потом поднимаем голову как будто толкаем потолок затылком делаем 20 раз отлично следующем упражнении мы стоим тоже в четвереньках и мы должны палку держать на пояснице она у нас касается поясницы таза межлопаточной области затылка что делать если затылок не касается вот так да напоминаю так что делать если вы здесь не касается но нет лопатки если не касаются вот тогда помочь что делать если поясница провалилась и не касается не сильно да что палка только не уезжал так хорошо в этом в этой позе сколько мы стоим 20 секунд потом когда научились стоять держать баланс палка у нас уверена голова будет касаться до квадроплет сделаем потом из этого положения поехали палка держит баланс да здесь четко нужно следовать тому что удерживать баланс резкие движения не делаем можно немножко для начала придерживать палку следующем упражнении берем палку гимнастическую или палку от швабры до конца руки выпрямляем и сгибаем октяк твой В следующем упражнении делаем тоже с резинкой. Конечно, это трудно, но если у вас нет резинки, вместо резинки возьмите какой-нибудь плед. В следующем упражнении берем резинку вот так, натягиваем за стопы и делаем это такое упражнение. Выпрямляем, но как можно держать, если у вас подопечная и хочет вот так держать, пускай держит. По-разному, но мне хочется вот так. И делаем вот это, раз, потом два, потянули спину, выпрямили. Раз, два. Выпрямили руки, округлили спину. Два, раз, два. Раз, два. И делаем это все двадцать раз. В следующем упражнении делаем вот это упражнение. Раз. Ну, немного берем потуже эту резинку и делаем раз, раз, два. Локоть через сторону у нас идет. Раз. Чуть выше поднимаем и резину тянем одной рукой. Другой рукой мы резину придерживаем снизу. Опять же повторяем двадцать раз. На каждую руку? На каждую руку. В следующем упражнении лежим на животе. Опять же держим резинку потуже и делаем вот это упражнение, как вы уже знаете. Лопатки сводим в верхней пазе, когда прогибаемся к спине. Ноги тоже отрываем от пола. Да? Да. И желательно делаем вдох, когда поднимаемся. Сделаем вдох. Вдох. Свили лопатки, растянули резину и опустились на выдохе. Друзья, это очень трудно, но если ваши дети так не умеют, сделайте за детям. Это очень подойдет мамам. И маму тоже пусть сделают, да? Да. В следующем упражнении резинка не понадобится. В следующем упражнении делаем лежа на животе. Делаем руки очередно. С первой начинаем, это с левой. И ногу делаем по-разному. Правую, левую. Поехали. Размеренно рука, нога. И чередуем то правая рука, левая нога, то левая рука, правая нога. Что работает, Ангелок? Работает в мышице, но только это очень трудно делать. Но все равно приходится тренироваться. Дети справятся? Наверное, справятся. Но если не справятся, делают мамы и папы. Вместо них? Да. Ну, лучше они, потому что у них ноги лучше будут ходить и тренироваться. Стена будет ровнее и лучше держаться, да? Крепче. А если у детей и так получается, стоит ли родителям тренироваться? Нет. В смысле, родителям можно не тренироваться? Можно. Что можно? Повторять можно. Еще считать все вместе. Что, вместе тренировались? Да. Хорошо. Покажем следующее упражнение? Угу. Я тоже буду тренироваться. Давай. В разных носках еще. В следующем упражнении мы берем резинку, опускаем ее, наступаем на нее вот так. Наступаем и делаем жим плечами. Так, покороче берем, наматываем резинку тогда на руки, если она у нас такая длинная. Встали на нее, прижали ногами. И прямыми руками нужно. Вот плечи поднимаются у нас, руки прямые, не сгибаются. И плечики тянем к ушам. Вот вам такое движение. Запускаем верхнюю порцию трапеции. Друзья, вам это поможет до дома донести с покупками домой. Да, кто пойдет из вас в магазин за покупками, потом с этими покупками, с тяжелыми пакетами, будет легче ходить. Друзья, видите, что мы, кстати, ходили позавчера одни в магазин вкусвилл. За молоком. Сколько раз делаем? 10 раз. Если не можете стоя, то можете стоять на коленях. Если нужна поддержка, то родители поддерживаем. Правильно? Правильно. Как вам упражнение? Нравится? Вот это. Поставьте мне лайки. Поставьте мне лайки. И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы смотреть больше полезных упражнений. Да, нельзя. Напишите мне. Вот вам, дорогие друзья, комплекс полезных упражнений для спины. Выполняйте эти комплексы ежедневно. И говори. Ежедневно и постоянно. Например, мы будем всегда снимать видео и будем иногда с руками и с ногами иногда игры вам показывать. Все верно, Ангелина. Мы сегодня поработали не только, правда, с поясницей. Мы сегодня работали и с мышцами межлопаточной области, и работали с верхней порцией трапецией. Мы работали со всеми разгибателями спины. Это универсальный комплекс. Но нужно тренироваться разнообразно, чтобы у вас разные группы мышц участвовали в разных режимах, в разных последовательностях. И поэтому мы вас приглашаем в школу ДЦП Ангел. Курс у нас состоит, кстати, каждый месяц 15-го числа. Так что возьмите хотя бы один раз, да попробуйте поучаствовать в нашей команде. У моей школы, а потом у моего бабы будет эфир прямой вместе со взрослыми. Да, и в нашей школе могут участвовать не только дети, но и взрослые. А всем мамам, да и в принципе всем, кто занимается с детьми, я настойчиво рекомендую тренироваться, чтобы знать свое тело, чтобы знать его возможности. И через собственный опыт, через себя пропускать движение. Потому что если... Вот могли бы вы себе представить учителя английского языка, который не знает английского? Или, например, могли бы вы себе представить учителя в автошколе, который не умеет водить автомобиль? Нет. Но почему-то можно себе представить, и я лично встречаю, да, таких, например, инструкторов, которые сами не тренируются и не занимаются. Поэтому если ты работаешь с ребенком, а мы, родители, должны работать с ребенком, ежедневно причем, поэтому мы, родители, должны тренироваться, чтобы знать, что такое движение и как оно влияет на наш организм. Здоровая мама – здоровый ребенок. Активная мама – активный ребенок. Поэтому подавайте своему подопечному правильный пример и будьте здоровы. Всем пока! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok